Я больше не буду создавать скучное искусство. Я больше не буду создавать скучное искусство. Эта фраза повторяется снова и снова по всей длине этого листа, и изначально по всей длине стены, колонка за колонкой. Очевидно, что это похоже на школьное наказание. Я сделаю своё домашнее задание, написанное снова и снова. Мы разговариваем про произведение искусства, которое было создано художником, чьё имя Джон Балдесари. Оно было создано в 1971 году в Университете искусства и дизайна в Новой Шотландии. Оно представлено нам в довольно уже знакомой форме. Мы рассматриваем это как школьное наказание. Но как наказание перешло в искусство? Я думаю, что идея заключается в том, что это было написано в галерее, что данный контекст был очень важен художнику. Он говорит о том, как берёт словесные представления и изображает их на полотне, чтобы придать им целостную ориентацию. Да, на доске в школе это воспринималось бы иначе. Давайте вдумаемся в эти слова. Ведь это не просто «я не буду разговаривать громко в классе», это «я больше не буду создавать скучное искусство». Это самонаказание. Он как бы оглядывает свою карьеру и говорит, «Я создал плохие произведения искусства, но больше я так делать не буду». Скорее всего, сначала он написал это предложение в собственном блокноте. Так эта фраза появилась. Я считаю, важно рассматривать это произведение в более широком контексте его ранней карьеры. Балдосари был научен, я думаю, как и многие другие студенты-художники, создавать в каком-то смысле абстрактное выражение стиля. Сейчас речь идёт о Марке Ротко, о Джексоне Поллоке, художниках, которые создавали, на мой взгляд, очень серьёзное искусство в 50-х годах. А это произошло в 70-е. Художник собрал все свои работы, которые у него были тогда. Это были абстракции и пейзажи. Затем нескольких своих друзей и некоторых своих учеников он привёл в крематорий и сжёг все эти рисунки, как мы сжигаем тела. Затем он взял пепел и положил его в урну. Это было ознаменование. Я считаю ознаменование большого разрыва в его карьере между этим старым стилем и его зрелой, более концептуально ориентированной работой. Существовало направление, в котором картина считалась искусством, даже в 60-х. Чтобы создать искусство, его нужно нарисовать. Этой работой художниками на такое искусство называл скучным и заявлял, «Я продолжу заниматься чем-то другим, продвигаясь дальше». Но даже использование слова «скучный» смешно и выходит за рамки. Так и есть. Ведь в серьёзной номенклатуре мира искусства никто не использует слово «скучный», так что это добавляет прямоты и юмора в эту глубокую иронию. Вы можете видеть, что для художника главным испытанием является ответить на вопрос, что такое интересное искусство, что делает искусство таким искренним и привлекательным, и умным, и новым. Это также относится и к качествам нового концептуального искусства. Если вы подумаете про, к примеру, работы таких людей, как Сол Льюитт, то на них присутствует холодная чистота, которая в тот же момент является скучной, хотя вы не можете так сказать. Выходит, в этом есть что-то невероятно ироничное, но в то же время нечто непочтительное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова